Приветствую вас, с вами Борода, и сегодня я поделюсь своими впечатлениями касательно второй части Килинфлора. Мы ждали его больше года, и вот наконец-то он попал в наши цепкие ладошки. Ну вернее ладошки пока что мои, но я не сомневаюсь, что он будет у вас 21 апреля. К слову, из 300 моих друзей в стиме, Килинфлор 2 получил я и еще один тип. Вот и все. Честно признаюсь, играя в первый Килинфлор, я не думал, что можно сварканить что-то круче при этом с цифрой 2. Ко всем слухам я относился с недоверием, считал, что Килинфлор есть и будет только первый. Сейчас я не знаю, почему я так размышлял, или в КФ2 для меня было все на те годы, или мне было лень фантазировать. Новости о начале разработки 2 года назад я почти пропустил мимо ушей. Эх, продолжение? Здорово. Но настоящую фанатскую страсть я испытал в 2014 году, прочтя первую статью о Килинфлор 2 в журнале ПК Геймер. Я так воодушевился, что все перевел на русский, а затем еще одну, про мясо, перки и оружие. Переводя эти статьи, я не верил своим глазам и начал просто жутко ждать продолжение серии. И вот спустя год он у меня. Я получил ключ у вчерашней раздачи все того же ПК Геймера. Как оказалось, у них сговор с разработчиком. Весь эксклюзивный материал только им. И они же спустя год раздают 7500 ключей всего за 2 недели до релиза, 21 апреля. Заявок, кстати, на эти 7500 ключей было подано свыше 143 тысяч. И я оказался в числе тех, кто выиграл. Неужели удача отплатила мне за мою горячую фанатскую страсть к серии Кеймера? Что ж, довольно прелюдией. Давайте щупать, нюхать и наслаждаться. Я разобью свой обзор на несколько пунктов. Это отличие от первой части, система классов и перков, система кастомизации, графика, звук, анимация и физика. Начнем с отличия от первой части. Килинфлор 2 сложнее, если вы играете в мультиплеер. Даже на нормальной сложности ваш букан раздолбит целый поезд. Особенно в первые разы. Я вчера долбился на нескольких серверах, и даже те, кто успел прокачаться до 5-6 уровня, тоже терпят фейл в конце уровня. А дело в том, что нынешние твари стали гораздо резвее и крепче своих сородичей из КФ-1. Взять, например, пилу. Помните, в первой части был такой уродец с огромной пилищей? В КФ-1 его можно было убить с арбалета в голову, и вся его сцена закончилась. Но не тут. Здесь он, настоящая крепость. При этом урон он наносит не меньше. Да, в КФ-2 легче убежать от тварей. Но этим можно только продлить свои муки. Пила здесь бунная. Он выдерживает множественные попадания в любую часть тела, умеет еще резвее бегать и очень больно бить. Отбивальчик, известный как Берсеркер, стал просто адской машиной. Его было сложно, но можно убить в КФ-1. В КФ-2 придется всей толпой стрелять ему почти в голову, спасая кого-либо из его цепких лап. Так что готовьтесь к изделичным побегам и не менее спонтанным отстрелам от него всей группы. Что пила, что Берсеркер агрится чаще, чем их спокойные сородичи из КФ-1. Там можно было сварить суп и даже поспать, но не здесь. Ярость они приходит из-за любой, казалось бы, мелочи. Волны в КФ-2 самые первые насыщенные. Тут в течение первых двух волн можно встретить тех тварей, что в оригинале выползали только на второй, третьей или четвертой волне. Все двари протерпели ребаланс и теперь еще больше дополняют друг друга. Сирену теперь еще сложнее убить, а крик у нее стал лучше, чем у безголосой метлы из первой части. Он покрывает большую площадь и, кажется, эффективнее глушит гранаты. А за счет некого металла на ее теле убить ее сложнее, если нет времени наводиться на голову. А зажимы здесь бывают частые. Но самый ад – это новый босс. Я уже много раз прозадрачивал на серваках, но до сих пор при мне его никто не смог убить. В первой части босс атаковал и уходил, слегка восполняя свое здоровье. Но этот поехавший летает по всей карте почти в режиме нон-стоп. Как настоящий терминатор, атакуя ядовитыми ширивами, хватая игроков и высасывая из них очки здоровья. Сам босс – живой индикатор. Но поверьте, даже когда он стал красный, как помидор, биться с ним легче не станет. Нахождение путей в КФ-1 уродами было чокурное. Будто бревна плыли по реке и не могли выйти на берег только потому, что они бревна. Но в КФ-2 мутанты куда лучше находят пути. Они могут преодолевать высоты, запрыгивать могут даже самые увесистые уроды, а также срезать излишние пути. Одним словом, все твари стали сложнее и как-то сбалансированнее. И пускай вас не веселит, что ловко разлетаются зомби в начале уровней. В этом веселом раю куда чаще стали случаться приступы бегства целой команды. Мы в шестером бегали от одного персеркера по карте, в КФ-1 мы бы его уже завалили. Кстати, о самих картах. Они стали разнообразнее, многоуровнее и детализированнее. Имеют больше проходов в разные сектора. Если взять за пример карту Горящий парик, то там добрый кусок города. Хотя на старте кажется, что обозримая площадь и есть игровая зона. Не дайте себя обмануть и ищите пути. Лирическое отступление. На картах стало куда меньше зон для отсидки. Теперь не заваришь дверь и не сможешь держать ее до конца раунда, отстреливая мутантов. Они все равно ее выбьют или найдут другой путь. Я уже говорил, что от тварей можно сбежать, но продлить свои муки. И вновь отойду от темы. Да, спринт здесь есть. Но скорость бега не формула 1. Не волнуйтесь. Все хорошо сбалансировано и уж если надо, твари вас догонят пятью прыжками. Особенно увесистые. Будете молить, чтобы бежал быстрее и восстанавливал Ширева как можно скорее. Назад к теме. Структура официальных. Карт позволяет убежать. В основном карты широкие, есть место где вырваться, но также много изожиданных мест. Можно бежать и лечиться своим же Ширевым, но и тут не все так просто. Ширева восстанавливает здоровье не с такой скоростью, как в Килинг Флор первом. А вот сварка, напротив, стала работать быстрее. Правда, качество сварки, как мне кажется, понизилось. И если двери не подваривать, то их вынесут куда быстрее. Система боя также отличается от первой части. Раньше были огромные хитбоксы на тварях. И если ты попал из арбалета в пустоту рядом с рукой, это значит то, что ты его уже убил. Здесь же зона попадания четкие, а прицеливание сложнее за счет богатой анимации. Это то, чем славился всегда Килинг Флор. Персонажи медленно перезаряжаются, медленно лечатся, медленно варят и ходят. В КФ2 не сказать, что все стало медленнее. Но то, что все в очередной раз стало посложнее, чистая правда. Если зомби хватает у вас, вы можете отбиться от него ближним боем. Как в Call of Duty. Махнуть ножиком, не убирая основное оружие. Для этого есть отдельная кнопка. Возможно, что вы его не ударите, а толкнете. Но это хорошо работает, когда вас все-таки прикрывают товарищи. Если вас поймала большая толпа, то тут придется визжать. Быть может, их мертвые уши заложат, и им станет противно. Орудия ближнего боя имеют полезную функцию блокировки удара. Теперь с сабельками можно устраивать целые рыцарские бои. А атаку любого некрупного рода можно парировать. Как обычно, два типа атаки. Обычный и посильнее. Баланс у оружия тоже иной. Даже АА-12, быть может, спасет вас от пилы. Но против Берсеркера это оружие... Увы, требуется сторонняя помощь. Здесь нет имбовых стволов и к каждому свой подход. И вот здесь, имея теперь уже спринт, можно таскать две крупных пушки без ощутимой потери скорости. Стволы тут не глотают магазины из ада. Сколько патронов дали, столько и будет. Заканчиваются они быстро. Но боеприпасов на картах стало ощутимо больше. И это плюс. В таком ускорившемся, но все еще сложном мясе, лишняя коробка просто глоток свежей надежды. Кстати, отдача у оружия теперь сложнее. Но это не значит, что его уводят в потолок. Его теперь больше вводят по сторонам. Касательно самого оружия, его тут уже достаточно много. 27 образцов на выбор и все еще впереди. В конце концов, КФ-2 динамичнее первой части. И с этим никто не поспорит. Я рассказал лишь те изменения, о которых хотел вам поведать. Остальные, пускай каждый прочует на своей шкуре. Это как приятно, так и больно. А мы переходим ко второй части. Система классов и перков. Всего есть 4 класса. На данный момент это штурмовик, медик, поддержка и берсерпер. Позднее будет добавлено еще множество классов, включая снайпера, некого мастера орудий и прочее. Всего ожидается примерно 8-10 штук. Все это уже нашли в файлах. Каждый класс имеет свое умение. Не стану перечислять их возможности, вы их уже изучили в первой части. Например, медик может лечить на дистанции, а какие-то классы теперь оказывают влияние на всю команду дополнительными бонусами. Например, класс поддержки на пятом уровне может раздавать команде боеприпасы, а на 25-м сделать бронежилеты всех товарищей крепче на 30%. Уровней пока что 25. Третий уровень можно получить за 3 часа. А вот дальше по нарастанию и сложнее. Говорят, что в КФ-1 люди тратили месяц на прокачку до 6 уровня. Я думаю, что до 25 уровня люди потратят несколько больше времени. 5, 10, 15, 20 и 25 уровень содержат особые умения. Дойдя до каждого из них, вы можете выбрать один из двух перков. Их можно менять в любой момент. Все скиллы, как можно выразиться, динамичные. Стартовое оружие у каждого свое. Классы сразу начинают с начальными, основными, автоматы или дробовики и прочее. И дополнительные. Пистолеты, ножи, гранаты, сварочный аппарат и медицинская установка. И пускай это вас не смущает. С первой волны идет неплохой разогрев очка. И если вы играете на сервере, готовьтесь к жопе. Торговец тоже изменился, но больше внешне. Функционально он почти не отличается от своего предшественника. Теперь все нам продает бездушный автомат. А не загная в углу бабенка. Но она все еще оповещает нас о том, что пора бы в магазин тратить бабло. Переходим к третьему пункту. Это система кастомизации. Да-да, не удивляйтесь, Вячеслав Зайцев блаженствует. Игроков можно тюнинговать. Выбирать им костюмы, шляпы, шкарить цвет волос и прочее. Конечно, как и вся Гамеза с течением разработки, в том числе и всякого шмота, станет больше. Но уже сейчас можно сделать абсолютно непохожих персонажей из одного. И это тоже плюс. Зачем нам целые DLC с новыми, когда мы не можем изменять своего любимого старого? Надоел один образ? Сделай другой. Ну и последний, четвертый пункт, это графика, звук, анимация и физика. То, что Килинфлор 2 теперь выглядит солидно и дорого, ничем не уступает топовым триапроектам заслуга Unreal Engine. То, что все анимации, прицеливания, шаги монстров, скрещенная система анимации физического Рэгдала, вспомните, как доктор и творил от 4 Dead, отдачу оружия, физика тел, все единственные уродов и задротов. За это надо благодарить полный цикл захвата движения. А для оружия, кстати, был использован захват движения с частотой 120 кадров в секунду. Пушки стреляют сексуальные. Все то, за что мы полюбили третий и четвертый Battlefield. Вот только анимаций здесь больше, чем в третьем и четвертом Battlefield. Одних типов перезарядок от обычной до элитной тут по несколько штук. Ножиками можно махать, когда ты когда хочешь, вытирать кровь с лезвия об рукав. Пистолет можно гладить, проверять патроны, крутить на пальцы и прочее. А вот катану можно стряхнуть кровь, погладить ее, рассматривая со всех сторон. И так у каждого оружия. Закрыв, тропы, система повреждений, разрыв плоти и прочие заявления с кровищей, физикой и под рыхами. Новый физикс и система под названием МИФ, которую в Репер делали два года. Если помните, как дохли солдаты в Soldier of Fortune, знайте, здесь подобно. Но куда лучше и детальнее. За классный аутентичный звук, 3D эффекты в звуковой среде, ахуистическую рок-музыку и просто супружевые рычания, авторов звука, композиторов музыки, дизайнеров звука и движок Unreal Engine. На сей раз вышло 10 из 10, а учитывая, что это еще и ранний доступ, вообще крутость. Как здорово, что TF2 со временем будет все шире и глубже с каждым обновлением. Всего и вся станет больше, а это больше станет детальнее. На данной стадии уже можно долбиться месяцами. Здесь 3 карты, 11 монстров, 27 видов оружия, 8 персонажей, на выборы которых можно изменять. Да и маппера теперь не спят. Комьюнити карты уже в запилке, и я надеюсь, что они будут в лучших традициях официальных карт. Что ж, спасибо всем за просмотр или прослушивание. С вами был Борода, и до встречи в Килл-Форнбах. С вами был Борода, и до встречи в Килл. С вами был Борода, и до встречи в Килл. С вами был Борода, и до встречи в Килл.